Корсаковца обвиняют в убийстве сожительницы. По версии следователей портового города, 37-летний мужчина задушил 33-летнюю женщину. Это произошло в декабре прошлого года. Тогда ранее судимый сахаленец поссорился с в будущем погибшей, при этом последняя оскорбляла его. В ответ он толкнул ее на пол и задушил веревкой. Теперь уголовное дело рассмотрят в суде. Житель Чехова пойдет под суд за незаконное приобретение и хранение оружия. Следственный отдел ОМВД по Холмскому району завершил расследование уголовного дела. В материалах говорится, что у 40-летнего мужчины обнаружили не только глоткоствольное ружье. Вместе с ним в ходе осмотра квартиры у ранее судимого обвиняемого изъяли патроны калибра 12, 16, 20, а также два боевых патрона калибра 5, 45. Находкой правоохранителей стала и полимерная емкость с порохом массой свыше 218 граммов. Согласно заключению экспертов, она относится к изрывчатым веществам метательного действия. Выяснилось, что все это ему передала родственница, так как ранее оно принадлежало ее покойному мужу. Решение не сдавать арсенал в компетентные государственные органы привело к совершению преступления. В Корсакове сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета. Практическую тренировку проводили как днем, так и ночью. В ней участвовали 11 сотрудников отряда Полякова и три члена экипажа Ми-8. Днем десантировались на полуразрушенный дом, а также в лесополосе. Ночью локацию сменили на ограниченную площадку в труднодоступной местности. Днем выполняются полеты на предельно малой высоте 30 до 50 метров и ночью, а также на предельно малой высоте. Высота полета составляет 150 метров. Высота работы при эвакуации терпящих бедствия составляет от 25 до 30 метров. Тренировка прошла в штатном режиме. Все запланированные спасателями и авиаторами цели и задачи были выполнены. Сахалинцы подозревают в краже оборудования по рыбообработке стоимостью более миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что сделал это 53-летний южносахалинец. Уточняется, что он состоял в хороших отношениях с 57-летней местной жительницей, которая и заявила о пропаже. В феврале прошлого года по его просьбе она купила ему специальное оборудование, но все документы были оформлены на нее. Подозреваемый планировал открыть свое дело и с прибыли выкупить аппарат. Для этого он арендовал помещение в Холмске, но бизнес потерпел крах. После этого фигурант продал устройство, не оповестив об этом владелицу. В областной столице его выкупили за 550 тысяч рублей. Общая сумма ущерба при этом составила 1 миллион и 200 тысяч. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Две сахалинки суммарно потеряли свыше миллиона рублей, послушав мошенников. В понедельник, 22 апреля, оба заявления поступили в дежурную часть ОМВД по Южно-Сахалинску. Во всех случаях преступники действовали схожим образом, они использовали схему с безопасным счетом. Сначала на нее повела 73-летняя женщина. Неизвестный убедил ее, что кто-то пытается списать ее деньги по поддельной нотариальной доверенности. В итоге, пытаясь спасти свои сбережения, она перевела на якобы безопасный счет 700 тысяч рублей. Во втором случае злоумышленник представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что якобы от лица заявительницы зафиксирован перевод в другую страну и теперь ее проверяют. В результате, по советам мошенников, женщина обнулила счета и перевела средства на безопасный. Так Южно-Сахалинка лишилась 558 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Гостеприимство лишило золотых украшений жительницу Долинска. Украл сережки и персти на сумму в 80 тысяч рублей 42-летний безработный, ранее судимый фигурант. В уголовном розыске установили, что все случилось, когда он зашел в гости к женщине. Подозреваемый выждал удобный момент, когда хозяйка отлучилась и вытащила из ее шкатулки ювелирку. Спешно распрощавшись, он отправился в ломбард и заложил золотой перстень. Так мужчина выручил 7 тысяч рублей. Сережки он все же вернул через третьих лиц. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.